Прямо сейчас мне довелось вызвать самой пожарную службу на ликвидацию условного сгорания. Девушка, здравствуйте, я нахожусь на командарме Белова 46, наблюдаю дым из окна седьмого этажа. Из окна седьмого этажа вы находитесь на улице? Да, я нахожусь на улице. Сколько этажей здания? 16. Спустя пять минут после звонка на пульт во дворе уже появляются пожарные автомобили. По легенде, из-за короткого замыкания загорелась квартира на седьмом этаже, и пламя начало быстро распространяться. Поэтому первой в бой с условным возгоранием отправили 50-метровую автолестницу. По ней с седьмого этажа спустили первого пострадавшего. После чего пожарные приступили к осмотру помещений на следующих этажах. На восьмом они нашли еще одного человека. Его с помощью другой автолестницы сняли с высоты и поймали на специальное полотно. Оно уже себя показало в работе, зарекомендовалось положительной стороной. То есть уже были спустены пострадавшие нами, и не только на учениях, но и в условиях нормальных. Мы принимали женщину, то есть там она попытка суицида была. То есть мы ее поймали и спасли. С самого высокого, 16-го этажа пострадавшего пришлось снимать с помощью коленчато-подъемного автомобиля с люлькой и спускать на веревки. С третьего этажа еще один человек должен был спрыгнуть на так называемый куб жизни. К слову, роль пострадавших во всех случаях безропотно исполнил манекен. Суть заключается в том, что внутри надувается каркас, создается воздушная параслойка, и через клапаны, которые можно видеть, выходит при падении в воздух, выходит через клапаны. То есть гасит энергию падающего тела. Вот таким вот образом. Да, оно переносится при необходимости боевым расчетом в составе двух-трех человек. То есть оно достаточно легкое, мобильное. Таким образом, противопожарные службы испытали несколько видов спасательной техники. Она позволяет эвакуировать людей и подобраться к очагу возгорания даже на самых высоких этажах. На тушение был подан один ствол РС-50 на горячей квартире. Также был подан ствол на защиту смежной с горячей квартирой на том же этаже, на седьмом. И один ствол был подан на восьмой этаж на проверку помещений и защиту помещений выше лежащих над горячей квартирой. Всего было спасено 8 человек, и здание было эвакуировано 55 человек. Люди были спасены при помощи спасательных устройств, которые всегда на вооружении со звеном газовой насыщенной службы имеются. Семь пожарных автомобилей, несколько видов спасательных приспособлений, 30 человек личного состава. Масштабные учения проходят на высотных жилых зданиях каждый год. Всего в Череповце таких домов больше 70. Все необходимое для тушения реальных пожаров на высоких этажах в городских экстренных службах есть. Но зачастую препятствия на пути к спасению жильцов могут стать их соседи, а точнее припаркованные во дворах автомобили, закрывающие проезд спецтехники. Приходится искать автовладельца, просить убрать технику, либо уже действовать с интервалом очень в короткий промежуток времени, для того, чтобы уже другими спасательными устройствами спасать людей из данных зданий. Автолестницы стоят, соответственно, на подъездных путях, и в итоге они не востребованы. Вторая проблема – это, соответственно, по деревьям, которые также имеются, особенно в зданиях, которые ранее были введены в эксплуатацию в 80-е и 90-е годы. Деревья также мешают, соответственно, подъезду лестниц и установке их для того, чтобы эвакуировать людей. Вот и сегодня, несмотря на то, что жильцов дома предупредили об учениях и попросили оставить место для развертывания автолестниц, убирать машины многие не стали. В случае настоящего пожара предупредить автолюбителей заранее невозможно, и драгоценные секунды могут превратиться в долгие минуты поиска объездных путей. Анастасия Хаткова, Егор Плеснин. Новости.